Всем привет, ребята! Ну что мы, сегодня новый этот автомобиль, соответственно, значит, новый эксперимент. Эксперимент будет такой, ну, скажем, немножко безумный. Если честно, по-моему, где-то я его подсмотрел. Кто-то писал. В общем, короче, есть тачка. И, как вы видите, есть вот такой замечательный насос кондиционера. Нет, это не говорит о том, что просто там возьмем и в Жигуле поставим кондиционер. Кому это интересно? А делать будем, пробовать. Сделать будем следующее. То есть насос кондиционера есть, газ, который туда закачивается, мы найдем. Это не вопрос. Холодоген, он везде продается. И что, значит, будет происходить? С данного автомобиля, с двигателя сливаем систему охлаждения, весь антифриз, все это дело промываем, просушиваем. И попытаемся сделать так, чтобы сам блок двигателя работал у нас как испаритель. Сжатый газ попадает туда, расширяется, выделяет отрицательную энергию и типа у нас, короче, охлаждает наш двигатель. И вот просто стало очень любопытно, на самом деле, попробовать сделать, будет это работать или не будет. По факту все просто. Как получится, не знаю. В общем, погнали. Продолжение следует... Вот смотрите, что, ребята, у нас получилось. Получается, значит, в этом во всем процессе, то есть установки насоса, кондиционера, радиатора и всего остального, и подача у нас фреонов в двигателе, для того, чтобы у нас все это дело охлаждалось. Тут сложность в чем? Во-первых, все это дело мы устанавливаем в «Жигури». Изначально видели, да, поставили все это с левой стороны, вроде как хорошо, там подберем ремень, все будет классно, все будет здорово. К помпе прикрутили второй шкив, в общем, сделали такую систему, на помпе все заварили, то есть для того, чтобы у нас нигде утечек не было, все поставили, шкив второй есть, он должен был вращать насос кондиционера. Но получилось, что по ходу сборки, блин, все-таки же осенило, наконец-то, мы же боремся со всеми местами, где у нас может быть утечка газа. Да, но здесь же в помпе у нас стоит сальник. Все, все пропало, нафиг эту помпу отсюда, переделываем все по-новой. Соответственно, пришлось нам избавиться от генератора, ну, потому что на его место как раз очень даже аккуратненько у нас встал насос кондиционера. Чтобы большую площадь, скажем так, объем двигателя заполнить, то есть подача у нас будет находиться в ГБЦ, то есть там, где у нас стоял датчик температуры, мы его спокойно выкрутили, туда поставили штуцер. Соответственно, что со стороны высокого давления у нас будет фреон идти жидкий, подаваться через вот эту трубочку и через наш штуцер в ГБЦ. Соответственно, ГБЦ у нас будет являться испарителем, то есть жидкий газ, то есть фреон уже у нас как в жидком состоянии, он считается спокойный, то есть нормальный уравновешенный газ. Только он попадает, скажем так, в незамкнутое пространство, сбрасывает давление, соответственно, начинает кипять, испаряться, при этом выделять, ну, отрицательную температуру. Значит, попадает он у нас в ГБЦ, там, соответственно, куча канала, фон расширяется. Это мы так думаем. Все это дело охлаждает и, соответственно, холодный стремится куда? На выход. А выход у нас ровно в том месте, где у нас была прикручена помпа, то есть получается немножко по диагонали. Очень надеемся на то, что он будет его охлаждать. Соответственно, чем длиннее трубка, тем больше сопротивления, тем сложнее насосу протолкнуть и, соответственно, тем выше давление. Нашел я все-таки своего знакомого, который занимается кондиционерами, ну, вот он будет нам его заправлять, потому что мы, конечно, можем и сами это сделать, но у нас как-нибудь, как, вернее, как всегда, что-нибудь взорвется и еще что-нибудь произойдет. Но для начала сказали, что нужно сделать. Нужно проверить всю систему на герметичность. Чем? Вот такой вот штучкой. Вот, это я забрал уже. Вакууматор. То есть мы сейчас все это дело подключаем, заводим наш вакууматор, он откачивает у нас оттуда воздух, мы все это дело останавливаем, закрываем. А, нет, закрываем не надо. Мы все это дело останавливаем, смотрим на стрелку манометра, то есть она у нас уйдет в минус. И нам нужно минут 20 подождать и посмотреть, то есть изменятся показатели манометра или нет. Все это дело подключили. О, и теперь включаем. И смотрим. Так, кран открытый? Все открыто. Замечательно. Хочешь мне посадки ждать? Ну, давай. Так, ну что у нас? Минус 0,8. 5 делений. Ну, соответственно, ждем минут 20 и смотрим. Ну, как обычно у вас все это вот так будет. Ну, вот, ребят, все нормально, прошло минут 25, наверное. Давление у нас отрицательное. Ну, потому что это не положительное, это же у нас типа вакуум. А, отрицательное. Как было, так и осталось. Это о чем говорит? О том, что у нас все очень даже хорошо получилось. Здорово. Особенно, когда все это разлетит. Ладно. В общем, все нормально, значит, можем убирать спокойно, вообще, прям, не напрягаясь отсюда наш вакууматор. И, соответственно, я тут, ну, между делом, скатался в магазин, взял такую штуку. Полный баллон фреона, и мы начинаем заправлять нашу систему охлаждения двигателя. Не надо ничего стравливать. Прямо так, пока там вакуум, да, мы начинаем туда заправлять газ. Отлично. Вот так вот, оказывается, все это происходит. Ну, что ты стал, руки, брюки. Вперед. Ты говоришь, что надо сделать? Мы будем делать. Нужно поставить аккумулятор. Аккумулятор сейчас поставим, да. Так, это тебе, это твое. Хоп. Хэй, молодой. Так, пирометр. Включайся. Включился. Смотрим. 21. 21. Ну, в среднем такая температура. 21,8-21,9. Сразу включаем подачу фреона, и будем смотреть, как все это дело будет у нас работать. Будет работать? Понял, осталось, я тоже не знаю. Поехали, короче. Замоки. Так. Так. Погоди, сейчас я клемма накину. А, плюс, ты можешь накинуть до... Ну, ты сначала заведи, я потом уже закину. Самое еще интересное, а потянет ли Жигулевский? Ты уже открываешь что ли? Все, я включил. Так, кондиционер работает, вроде насос работает. О, а это что такое? Смотровой глазок. А там уже жира какая-то появилась? Да. Это фреон, да? Ого, а ты же сказал, ты будешь туда газ запускать? Нет? Да, там проходит кондиционер, из кондиционера идет радиатора, из радиатора идет жидким и поступает двигатель жидким, где опять превращается в газ. Я по схеме прочитал все. Так, ну вроде что-то у нас. Крупки ледяные стали. Прям вообще ледяные. Не вывез, надо маленько больше оборотиков дать ему наверное. Подожди, надо же уже начинать измерение. Ага, он уже нагрелся, смотри. Сейчас, подожди, я смотрю, что у нас тут получается. Здесь 25, 31, 27, 33. Ну-ка. 29. Ну, он у нас прогрелся в среднем до такой температуры, то есть до 31 градуса в среднем. Что блок у нас? Ну, блок холодный, понятно. Он говорит, ой, у нас сейчас что-то холодный. Блок у нас вот, ну тоже маленько нагрелся, 23. Помните, вначале все это было у нас 22 градуса. Чуть-чуть нагрелся, но ничего страшного. Ребята, если вы задумались о смене своего автомобиля, то сегодня я вам расскажу про автосалон, который называется RDM Import, который занимается продажей поддержанных автомобилей уже 19 лет. На все автомобили выдается гарантия юридической чистоты и реального пробега. И они проходят техническую проверку по 100 пунктам. И имеют железную гарантию 3 месяца на двигатель, коробку передач и лакокрасочное покрытие. У ребят всегда в наличии более 200 автомобилей на крытой двухэтажной парковке. Также есть услуга автокредита со ставкой в 3,2%. И услуга Trade-In принимается в обмен любой автомобиль. У ребят регулярно выходят обзоры на автомобили на своем YouTube-канале. Поэтому вы можете заранее узнать о технических характеристиках и особенностях интересующих вас автомобилей. И приехать, соответственно, уже более подготовленными. Звоните менеджерам или оставляйте заявку на сайте менеджерам, и для вас поберут самый лучший автомобиль. Ну и, конечно же, по промокоду ГАРАЖ54 вас будет ждать самый лучший подарок. Обязательно назовите его сотруднику компании при обращении. Все, поехали. Пока мотор не нагрелся, надо успевать. Трубки сейчас сразу становятся холодными. Все, она уже ледяная. Махом прям вообще. Мах и все. Так, что там происходит? Это жидкий. Да. То есть у нас идет здесь уже жидкий, да? В общем, у нас уже в двигатель подается жидкий феон, соответственно, попадая в блок, он там резко расширяется, закипает, расширяется, и у нас получается выделение отрицательной температуры. То есть здесь должно быть все холодное. Ну, что я могу сказать по этому поводу? Чего-то там не холодное нифига. Улыбкает. Что ты там видишь? Улыбкает. Улыбкает. Прозрачнее не станет снова. Ага. Потом станет прозрачнее, значит вся система заполнена жидкостью. Радиатор здесь вот горячее. Ужая что ли? Да. Ух ты! Точно блюдо! Откручивается радиатор. Откручивается. Становится жидким, но идет система. А он здесь сильно горячий. И воздух прям горячий с вентилятора дует. Вообще кипяток. Двадцать шесть около входа. Так, а здесь тридцать четыре. Ну что, прямо около гайки смотрите, все хорошо. Двадцать три градуса всего лишь. Смотрите, двадцать четыре, шесть, чуть дальше делаю. Вот, а здесь уже уже, оооо, какая температура. А тут? Так, а тут? Тоже застал. Так, а сам блок-то у нас как? Уаоо, блок вообще холодный! Вот здесь, смехи. Нифига прикольно. А вот прям под, где у нас ход, короче, где у нас ход приона, ниже потрогай блок, он прям холодный. Да? Чувствуешь? Это почему? Это потому что работает что-то. Здесь все раскиняется. Загорает письмо, и будет обратно к стене. Ааа, горячий, вот здесь холодный. Так, это о чем говорит? То есть тут локальное охлаждение. Только в этом месте, да, получается? Да, да. Дальше он перегревает, и уже уходит перегрев. А если я вот эту трубку потрогаю, обожгут, нет? Да. Блин, кипяток. То есть получается обратка, где у нас, ну как я ее так называю, обратка, где у нас выходит... А газ, она прям очень горячая. Это что, я сейчас померю температуру. Ааа! Она и вот здесь горячая прям вообще. Смотри, какая трубка. Это то, что у нас идет в радиатор. Ух ты, и радиатор горячий. Температура радиатора, посмотрите, какая. 78 градусов, обалдеть можно, блин. Вот это номер. 74-78 по разному. Здесь на входе еще больше должно быть. 71. 81. То есть очень горячий. Идет сейчас, да? А когда кондиционер просто работает, до такой температуры нагреваешь на трубке? Да. Да? Да. С роду бы не знал. А то не хватает чего-то. Чего не хватает. А вот этот бочонок такой тепленький слегка. Я не знаю, правда, что это такое. Там вот здесь стоит радиатор, он маленький вентилятор. И это может быть холодный, свет, и здесь радиатор отравлено. Ну вот здесь-то он уже выходит, получается, что он уже остывает. Вот здесь-то паскает его, а здесь нет. А отсюда-то, здесь-то холодный уже. Да, да, вот этот. Снизу проходит. То есть он проходит... Он заходит сверху горячий, проходит через весь радиатор, остывает, становится жидким. То есть, ну, и с газообразным он превращается, конечно, слово я не знаю, как сюда. Подойдет или нет, ну ладно, пускай будет так. То есть он превращается в жидкий газ, и уже идет по трубке еще, и подается у нас в двигатель. Так, ну давай померим, и все, что у нас там получается. Потихоньку прогревается. Все-таки потихоньку греется. Вот если на саму трубку, то, конечно, тут температура низкая. Где она, блин, попасть не могу. 25, 30. Так. О, блок греется начал. Так, а что у нас здесь на блоке? Слушай, и он и здесь начал греться потихоньку. То есть получается что? Получается он не справляется, да? А почему? Потому что плохое охлаждение, скорее всего. Громче говорит. Потому что плохое охлаждение радиатора. Вот здесь проблема, да? Во-вторых, идет очень большое расширение у двигателя. Так это же хорошо. Но он охлаждается только в том месте, где он расширяется. А, то он охлаждает только вот это место и все, да? Да, да. Дальше он уже идет перегретый по всему остальному двигателю. Масло еще холодное у него. Вот, видишь, он даже тут не греется. А-а-а, критическая отметка! 80 градусов! А-а-а, движок заклинит! Или застучит. Шучу, конечно, у нас ничего не застучит. Это жигуленский мотор. Вот здесь же сама гайка, так она вообще вот 21 градусов. Вообще нисколько не нагрелась. А вот если уже на ГБЦ, здесь, вот смотрите, вот, 30 уже почти градусов. Едем-едем потихоньку, едем 40. Вот вниз спускаюсь, вот здесь под гайкой, ну прям, ну, 50 уже. Все-таки прогревается потихоньку. А если уезжаем от нее дальше, то смотрите, сразу температура начинает повышаться. Очень быстро! Очень быстро! В самом деле, сама-то идея, может быть, и неплохая. То есть, подать в двигатель вместо жидкости, то есть, соответственно, газ, афреон, чтобы охлаждать его. Но получается что? Получается такой интересный момент, что у нас, когда уже жидкий газ идет по трубочке, попадает в туцеру, то есть, попадает в каналы охлаждения, расширяется. И охлаждает он только вот в этом месте, в месте расширения газа. То есть, он расширился, тепло забрал, дальше пошел по двигателю, уже горячий. То есть, он идет, и на выходе трубку вообще прям, к ней просто прикоснуться невозможно. Ну, где тут прикоснешься к такой трубке, то есть, соответственно, конечно, пальцы прижаешься сразу. 80 градусов, но это, блин, не шутки. Поэтому, поэтому, есть что-то такое, похожее на то, что он работает. Ну, по крайней мере, часть ГБС, где у нас находится четвертый цилиндр, он остужает. Часть ГБС и немножко блок. Поэтому, друзья, что могу сказать по этому поводу? Все работает, но немножко не так, как мы хотели. Действительно, рассчитаны на то, что будет охлаждение более, скажем так, весь процесс будет успешно проходить. Но, по факту, получается, что только, еще раз повторюсь, что вот локально остужает он только в одном месте, и все. В общем, есть такой момент, что он замерзает. Соответственно, зимой мы не сможем... Он, может, переохлаждается. Ты заколебал. Замерзает или переохлаждается? Переохлаждается. И что с ним происходит? Он насос не прокачает. Или что произойдет? Его становится мало. А, то есть он уменьшается в объеме? Да. Как с воздушным шариком гелевый, да? На улицу зимой вышел, он пиу, упал. В тепло зашел, он бру, раз, опять. Да. Ясно, что нифига не ясно. В общем, ребят, если у кого-нибудь есть какие-нибудь идеи по поводу того, как это можно сделать и можно ли вообще это сделать, пишите. Буду читать, буду смотреть, будем пробовать. Рассчитать сможешь? Ну, желающие могут попытаться рассчитать мощность кондиционера. Желающие, я думаю, желающие будут, чтобы все-таки попытается рассчитать мощность кондиционера. Также нам еще надо заправляемый объем. А как мы по объему двигателя посчитаем? Ну, сколько у нас? Просто водой пролить его? Да. Понятно, можно водой пролить. Дальше можно поставить мощный генератор, от него поставить инвертор и поставить 220 блок. И вот такой компрессор? Ну, возможно. В общем, ребят, считайте, смотрите, будем читать, будем делать выводы, как все это дело, если можно сделать, будем пробовать. Поэтому все вы прекрасно увидели, работает только в том месте, где у нас вод, где у нас тут расстоит, газ выходит, расширяется, охлаждает локально одну точку и все. Дальше он горячий, двигатель перегревается, поэтому надо что-то думать, что-то делать. В общем, ребят, пишите, считайте, буду читать, буду смотреть, у меня на этом все. Смотрите нас, подписывайтесь, предлагайте, сколько поставить насосов. В общем, ставьте лайки, ну все, пока.